Всем привет! Я Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. И сегодня у меня в гостях чемпиона России по бодибилдингу Андрей Скоромный. Андрюш, привет! Привет, Юлия. Спасибо, что пришел. Спасибо. Предлагаю тебе пройти такое в своем виде испытание, на силу. Сможешь ли ты одну из наших девушек поднять как штангу? Легко. Показывай. Кто самый смелый? Кто желает? Ты самый смелый. Ты? Ну давай попробуем. Считайте все вместе. И... Два, три, четыре, пять, шесть. Ты сколько раз можешь так? Восемь, девять, десять. Достаточно было. Ну отлично, молодец. Здорово. Я надеюсь, я ваше испытание прошел. Прошел испытание и предлагаю тебе перейти к нашей гимнастике. Начнем с головы. Разомнем шею. Будем делать наклоны вперед, назад, вправо, влево, вперед, назад, вправо, влево. Андрей, расскажи нам, что тебя подтолкнуло заняться бодибилдингом? Это пришло как-то не в один момент. Это пришло постепенно. То есть это вначале было каким-то просто увлечением, времяпрепровождением. Я просто любил ходить в тренажерный зал, ну и потом решил выступить, и вот так вот и понеслось. А я понял, что я могу конкурировать, в принципе, с ребятами. Вот, и подготовился к первым соревнованиям. А какие были первые соревнования? Чемпионат Москвы это был. Я тогда выступал по юниорам еще, в юниорской категории. И вот из 18 человек я сразу стал первый. Вот, и это мне такое дало какой-то прям стимул. Я понял, что это мое. И с тех пор, собственно, это мое. Поехали, готов? Угу. Давай, наклон, сели, наклон, встали. О, Господи. Да, тут не так все просто. Наклон. Наклон. Присели, наклон. Наклон, встали. Далее. Еще раз. Так. Так. Переходим на коврик. Просто можно в упоре постоять, да, вот так. Будем. Меняем ногу. Переходим на спину. Пресс качаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видишь, как упражнение? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. Опа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо поработали, можно отдохнуть, попить воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, расскажи нам, какова цель занятия бодибилдингом? Иметь красивое тело или для тебя это все-таки что-то большее? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты знаешь, в принципе, все начинают заниматься бодибилдингом. Цель – иметь красивое тело. Но когда ты уже профессионально занимаешься, ты уже нацелен на победы, да? То есть это уже как бы повседневное, то, что там красивое тело, это уже на второй план отходит. Вот. И ты просто уже работаешь профессионально своим телом, чтобы побеждать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно. Давай, перейдем к упражнениям. Тоже такое упражнение для ног. Будем делать шаг вперед и садиться, опускаться на колено. Да. Вот. Уменяем ноги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А чем, на твой взгляд, бодибилдинг может заинтересовать простого обывателя? Ну, бодибилдинг – это, я считаю, самый разносторонний вид спорта. Вот. То есть он развивает все мышцы одинаково. То есть любой другой вид спорта, он нацелен на определенные мышцы. Вот. А бодибилдинг, он развивает все мышцы одновременно. Вот. Поэтому, если не соревнуются, вот, не соревноваться, вот. Ну, что-то... Все нормально? Да, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А есть какие-то недостатки, на твой взгляд, у бодибилдинга? Ну, ты знаешь, любой профессиональный спорт – это, в принципе, вред здоровью. Тебе, наверное, это известно, да? Конечно, да. Поэтому, с точки зрения профессионального спорта, конечно, это нехорошо для здоровья. Вот. Но, в принципе, для себя советую всем заниматься. Огромное тебе спасибо. Спасибо. Желаю тебе удачи, новых побед. Приходи к нам снова. Спасибо. Зовите, приду. Спасибо. Спасибо тебе. И по традиции фотографии на память. С удовольствием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Спасибо. Сейчас с Юлей и девочками сделали ряд упражнений. Я получил заряд бодрости на целый день. Поэтому, друзья, вставайте на лыжи, пробежки, и будет у вас хорошее настроение. Только занимайтесь спортом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА